Привет, зрительница! Спасибо большое тебе за просто хороший вопрос в чате. Топ-донатер Моисей Великанов, то есть я сам спонсирую ответ тебе на этот вопрос. Спасибо топ-донатеру Моисею Великанову. Привет, Моисей! Как дела в школе, на работе, как на улице, как соседи, жена, дети и внуки как? Так, вот, значит, ну, во-первых, слово «как» очень смешное, вот, и чтобы было понятно, что «как», ребята, «как». Закадровый смех. Значит, как дела в школе? Вот, в школе, в школе учите, я работаю учителем, ребята, только не начинайте, это, мемасы, не начинайте, я еще раз говорю об этом. Учитель чего? Учитель, ну, электрогитары, акустической гитары, музыки. Вот. Но я планирую, ну, увольняться, потому что я просто думал, что если официально устроишься, то все-таки альтушку с госуслуг выдадут, блядь, сразу. А там, оказывается, нужно целый пакет документов, вот, и, соответственно, соответственно, смысла нет, потому что, блядь, зарплаты учителей маленькие, низкие, блядь. И виновата во всем, конечно, ну, блядь, ну уж не будем говорить там, кто как поймет, типа, в целом, да. Так вот, дальше, как на работе? На работе это у меня сейчас, как бы, и есть в школе, и в каком-то смысле здесь на стримах, потому что здесь на стримах, вот, собственно, давайте будем считать, что это и есть моя работа, блядь, ребята. Будем так считать, короче, чтобы вам проще было. Стримы это и есть моя работа. Больше всего я получаю денежек от донатов на стримах, вот. Так что, как дела на работе? Ну, как видите, вот по мне сейчас в целом хорошо, вот, принесли бизнес-ланч. Спасибо за это. Спасибо за это, Викусе. Вот. Чудесный. Покупайте мерч говниды еще, вот, хочется сказать. Как на улице холодно, блядь, на улице пиздец, как холодно. Просто ебаный ужас, блядь. Выйти из дома невозможно. В десяти куртках, там, ботинки вот эти переобувать, блядь. Пока на перекурс соберешься, уже сто лет пройдет. Полный пиздец, блядь. Зима заебала просто. Нахуй, блядь, зиму ебаную, блядь. Я хейтер зимы. Лето заебись, блядь. Я все, всегда это, блядь, говорил. Все. И теперь я окончательно убедился по жизни, что зима, лично для меня, лично мое мнение, зима это полная хуйня. Я проверил, что будет, если без зимы, типа, пожить. Короче, пожил для этого в Гелине два года, если помните. Ебать. Без зимы охуенно. Зима полный отстой, блядь. Вот. Ну, на мой лично сугубо субъективный взглядов вкус. Но вот какая подстава. Ну, типа, что тогда делать-то, блин? Куда вообще в итоге? Где надо находиться, чтобы получать от жизни, так сказать, исключительно турбоудовольствие? Удовольствие. ХЗ вообще непонятно. Так вот, а как соседи? Бля, хуй их знает. Вроде нормально, здесь соседи, собственно, ну, никаких с ними проблемисов, в общем-то, нет. Но вот соседи на прошлой хате, ребята, я после того, как уехал, я узнал, что, оказывается, в том доме он чуть менее, чем полностью населен ФСБшниками. Чуть менее, чем полностью. То есть, либо члены семей, либо, ну, там хаты выдают, типа, этому ведомству. Насколько я понял. Я такой, блядь! Ха-ха-ха-ха! Нормально! Типа, неплохо я годик-то прожил, короче. Вот. С кайфом, так сказать. Ну, вот, собственно, такая история. Вот как соседи. Как жена, как дети. По-прежнему замечательно. Ни жены, ни детей. Вот. Внуки как? Это надо спросить, как я уже сказал, у вокалистки группы Slot. Нет, не у нее, а у ее парня. Как внуки? Как внуки? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вот, да, да ладно, ребят, ну чё, не так уж смешно, чё вы там. Так вот, вопрос вселенской влажности. Срительница, срала ли ты сегодня? О-7, типа, привет. В ТГ, типа, срал ли я сегодня? Блядь, по-моему, да, по-моему, срал. Канал Моисея был баром, а теперь это космический корабль. Ну, в каком-то смысле он остается баром. То есть, типа, вот я сижу, я как бы бармен, и только здесь пиво вы сами себе наливаете, у себя дома находясь. Да, это как онлайн-бар. Ты пригоняешь и как бы, ну, собственно, как-то вкатываешься по мере, ну, постепенно в атмосферу, и всё. Хочешь, типа, донатишь, треки заказываешь. Теперь это как бы космический корабль, это космический бар, ребята. Добро пожаловать в космический бар, космический корабль. Ну, то есть, таким образом пытаемся, блядь, собирать дальше денежку на борьбу с радикальными гей-марсианами. Типа, значит, слушать музло ваше, там, комментировать, пояснять, собственно, почему этот, блядь, хайпер-поп говно чисто технически, блядь, да? Потому что это, блядь, портит оборудование. А почему, там, условный Deftones с типа хуёвым звуком, который, на самом деле, не хуёвый, а хуёвый просто на некоторых хуёвых устройствах, блядь? Почему Deftones, на самом деле, пиздатый, блядь, звук, и пиздатый ему злой, и, блядь, кто не шарит, тот не выкупает. Вот, помимо всего этого, блядь, чё там у нас? Да, помимо всего этого, у нас космический корабль, ребята. Чё ещё вам интересного рассказать? Да всё, пиздец, блядь, ребята, возвращаемся, так сказать, бэкаемся в кабину. Но тему надо будет сейчас как-то лейтмотив, основную тему стримов. Как-то буду заново, короче, ремодернизировать, деконструировать, блядь, с целью того, чтобы она пришла, наконец, к чему-то одновременно более общему, обобщающему и конкретному, блядь. Чтобы я мог объяснять, когда меня люди спрашивают, ТРЛ, типа, а что ты делаешь на стримах, типа, а вот за что тебе люди донатят? Я, ебать, я хуй знает, я реально не ебу, блядь. Как мне отвечать? То есть меня спрашивают, чем ты занимаешься? Ну, не знаю, там спросят. Ну, родственники, понятно, я скажу, я стримлю на Ютьюбе, я там музыку слушаю. Типа, комментирую ее вот сам, как музыкант, как профик, типа, да? Вот. Хозяевам, допустим, квартиры или там, когда в такси едешь, я вообще, я не объясняю, я не говорю про стримы, я говорю, типа, там, ну, я звукорежиссер. Потому что, ну, типа, бля, впадло это все. Объясняешь, говорят, типа, да, скинь канал, я подпишусь. Блядь, я смотрю на человека, я понимаю, что он подпишется, он, блядь, точно не будет зрителем этих стримов. И как бы проще ему сказать, я звукорежиссер, да, типа, чем я стример. Правильно же, да? Потому что, а потом, блядь, ну, прикинь, типа, чел, ты едешь, допустим, в тачке, таксист, он знает же адрес, блядь, твой. Вдруг ему контент очень не понравится, он, блядь, приедет, насыт под дверь, там, не знаю, еще какая-нибудь хуйня произойдет. Ну, собственно, вот такая история еще интересная вам, ребята. Как вот, блядь, как мне кратко объяснять, если все-таки все, блядь, дошло до того, что речь зашла об этом? А что ты стримишь? Игры какие-то? Да, блядь, хуи игры! Типа, игры тоже, но... Но нет, нет. А в чем основной прикол? Да я сам хуй пойми, блядь, как объяснить? Тут и не гитарный ютуб, и не просто... А почему именно, блядь, про музыку? Кому? Ну, блядь, все, короче, я сам запутался, ребят. Как кратко, блядь, описать, чем я занимаюсь-то вообще на стримах? Как это еще в ИРЛ, блядь, все вывести? Хуй знает. Я по-прежнему... Я по-прежнему... Сам не разобрался. Пришел хоть кто-то? Внуки. Блядь, короче, сидим, рофлям, не знаю, и попутно шарим в чем-то вроде бы. А так, какое настроение, блядь? И у кого денег больше, тот, собственно, блядь, решает, о чем стрим сейчас, правильно? Все базировано. А чего же так холодно? Блядь, какую-то хуйню зрительница написала. Как всегда, блядь! Как всегда! Вот зрительница у нас, например, есть такая вот, блядь, зрительница с никнеймом «Срительница». Она по какой-то причине, я сам не понимаю, может быть, это ментальное нейроразнообразие, особое настройство такое. Мозга ей по кайфу, когда ее хуесосят. Это без шуток. То есть так бывает, ребята. Вы должны понять и принять. Это не постирония, не еще какая-то хуйня. Поймите, люди бывают самые разнообразные в мире. Есть такие люди, которые вот как стрим сейчас, блядь, гнида просто безмозглая, хуйню какую-то высрала в чате, блядь. Отчего же так холодно и соседи с еблом кирпичом? Просто мне очень мороз, блядь, блядь. И смайлики кирпичей. Отчего же так холодно, блядь? Бля, ну вот... Мемы пересказывать в чате — это хуйня всегда. И как и РЛ их пересказывать. Мемы, они, блядь, для того и созданы в виде готового мема, чтобы их показывать, блядь, друг другу. Вот, поэтому помните, я не помню лично, блядь. Вот задонатил бы кто, я бы вспомнил. В атмосферу приветствую, Тирамп приветствую. У нас Тирамп на стриме, например, вот есть человек с никнеймом t.ramp. Вот. Все имена, совпадения персонажей, блядь, реальных людей выдуманы и, соответственно, не имеют никакого отношения к... Блядь, ни к реальности, ни к параллельно-поперечно-продольной нереальности, ни к хуяльности, ни к чему, блядь, вообще-льности, ни хуя ничего не имеет, блядь. Никакого отношения, отъебитесь, блядь. Сидим тут, просто угораем, хуйней маемся, музон слушаем, короче. Разбираемся, как его жарить, там, пиздачи, там, вся хуйня вот эта. Ну, типа, тоси-боси, блядь, хуй на тросе. Трали-вали, семь пружин, заходите на стримы Моисея Великанова, блядь. Я сам хуй пойми, что тут происходит, это необъяснимо. Но факт, у нас космические стримы, космическая музыка, блядь. Космические темы, космический ведущий канала, я, блядь, ведущий канала, понимаете? Люди заходят на YouTube некоторые и пишут комменты, ведущий совсем охуел, блядь. Какой нахуй ведущий канала, у меня, блядь, что, телепроизводство, что я ведущий? Я, блядь, в одно рыло всю эту хуйню тут ебался, блядь, много лет с ней, чтобы она работала. Я, блядь, хотел бы сделать телепроизводство, быть ведущим канала, но нихуя не получилось, блядь, финансирования не хватило, все. Заходите на стрим.